Второй этап РДС «Восток» прошел в Хабаровске. Российская дрифт-серия после открытия нового сезона во Владивостоке отправилась в столицу Дальнего Востока, где сошлись 13 гонщиков со всего округа. Большинство участников – представители Приморья, главную конкуренцию им составили дрифтеры из Благовещенска, а вот Хабаровск представлял лишь один пилот – Егор Шумилкин. Именно ему удалось обойти своих соперников и стать победителем этапа. Вторую строчку занял Эдуард Малеров из Владивостока, а на третьем месте оказался Макар Черныш из Благовещенска, который в предыдущем этапе был лидером. Различные неудачи и повреждения машин застали врасплох некоторых выдающихся гонщиков. Так техника подвела пару седых, Максим и Екатерина остались без призовых мест, однако свою вторую общекомандную строчку супруги все еще держат. Напомню, что третий этап РДС «Восток» вновь вернется в Приморскую столицу и пройдет на Приморском кольце уже 17 и 18 июня. Кубок России по куду завершился в Пятигорске. Сразиться за 9 комплектов наград собралось более 100 кудаистов из различных регионов страны. Выступления стали успешными для владивостокских спортсменов. В небольшом составе бойцы, представляющие ДФО, взяли две призовые награды. Кандидат в мастера спорта Артем Васильев занял первое место в категории 260 единиц. Напомню, что еще в феврале кудаист занял третью строчку на чемпионате России. Еще один приморский КМСник Шамиль Сеидов стал серебряным призером кубка в категории 240 единиц. Как отметил руководитель Дальневосточной Федерации Кудо Александр Ясин, впереди спортсменов ждет летний отдых перед очень важным сезоном. Командный чемпионат России по легкой атлетике завершился в городе Сочи. В олимпийской столице собралось более 600 спортсменов. Для многих из них чемпионат стал первым серьезным испытанием на открытом воздухе. Успешно показали себя двое спортсменов, представляющих Приморский край. Так Эльгизар Софиулин занял второе место в беге на 3000 метров с препятствиями с результатом 8 минут 25 секунд. Напомню, что Эльгизар должен был представлять сборную России на Олимпийских играх в Бразилии, но не смог этого сделать из-за дисквалификации всей команды. Другой уроженец Приморья Юрий Леднев стал бронзовым призером в беге на 400 метров с барьерами с результатом 51 минута 8 секунд. Сезон уличного баскетбола стартует во Владивостоке. Спортсмены начнут соревнования на открытом воздухе самого массового турнира – Кубка Приморского края. Всех участников и зрителей ждут плотная программа игр, музыкальная поддержка, а также конкурсы по трехочковым броскам. Награды Кубка будут разыграны в девяти категориях. Участие примут баскетболисты самых разных возрастов. Помериться с силами смогут даже корпоративные команды и инвалиды на колясках. Непосредственно для мужских сборных соревнования будут носить особый характер. Все коллективы, принявшие участие в Кубке Приморского края, будут приглашены для участия в чемпионате по стритболу, который является отборочным для участия в финале чемпионата России. Открытие первых соревнований по уличному баскетболу пройдет на Овчинниково 34 3 июня в 10.00. Максим Яковлев, Новости спорта на 8.